Всем привет! Сегодня про угол в косом сечении. Надо его определить, у многих это вызывают проблемы, хотя проблем никаких на самом деле нет. Допустим, вот у меня дан выход пласта, падает под 40 градусов, рельеф у меня горизонтальный, пускай это будет 0 метров, и нужно мне определить угол вот в таком сечении. Ну, что значит в косом? Вот в таком, в том плане, что он не в крест простирания, то есть не по линии падения. Вот этот значок, кто не в курсе, значок элемента залегания, длинная сторона, это и есть линия простирания, короткий штришок, направление падения, ну и подписано цифрой угол падения. Вот, и если бы я строил разрез вот по этой линии, по перпендикуляру к линии простирания, то разрез бы у меня был простой, непринужденный разрез. У меня была бы горизонтальная линия, взял бы транспортир, отложил 40 градусов. Ну и все, вот угол вул готов. И мне, чтобы угол в косом сечении определить, как раз такой разрез понадобится. Зачем? Затем, что вот это у меня 0 метров, допустим, это у меня будет точка А. Точка А. И вот это я не буду придумывать масштаб, просто нарисую вот это вот у меня минус H метров. И минус H метров у меня будет точка B. Вот такой у меня разрез А. И вот это расстояние АВ. Вот я вот здесь отложу. Здесь точка А. Здесь точка B. Вот это страцогипция минус H метров. Ну и все. Теперь задача нахождения угла в косом сечении вообще выглядит крайне просто. У меня есть точка В. Она на высоте минус H. Вот где-то она здесь. АВ чуть меньше у меня, чем АВ. Вот точка В. Ну и вот у меня угол. 40 градусов. Угол падения. Максимально из возможных для данного пласта, так как он в крест-простирание. И вот у меня угол, который получился чуть поменьше. Где-то там, не знаю, 38, допустим. Вот угол в косом сечении. Задачка решена.